Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала в ютубе. Перед вами, наверное, самое важное видео, которое касается здоровья каждого человека и всем разумным, вменяемым людям, и это жизненно необходимо знать. И это я говорю без малейшего преувеличения формулировки. Слушайте и смотрите внимательно. Итак, я решил сделать это видео спонтанно. Вчера мне один мой зритель прислал ссылку вот на это видео и попросил прокомментировать. Оно меня крайне заинтересовало, и, посмотрев, я просто был в шоке от того, как же люди наимны и как они необразованы в данном вопросе. И, казалось бы, этот человек в теме ЗОЖ назвал свой канал громко биохакер номер один, занимается массажами, биоэнергетикой, а такие примитивные вещи не понимает, то есть биологию не знает вовсе. Тем более я ведь уже разжевал подробно эту тему еще 8 лет назад досконально, как можно было не посмотреть ту мою лекцию, если человек в теме ЗОЖ 8 лет, как он говорит на живом питании 8 лет. Он просто не мог не видеть мои лекции, не понимая. Я уж не говорю о том, что пишут ему в комментариях люди, это просто шок. В общем, давайте так. Вы сейчас послушайте, что говорит непосредственно этот человек, как он мыслит, как хочет решить данную свою проблему. И, конечно, вывод очевиден, ему было лень смотреть мои лекции, а ведь тогда он бы знал, как решить данную проблему любых гельминтозов и предотвратить вредные, пагубные последствия и не терять потенциал своей жизни. А ведь ничего подобного, более важного и понятного на просторах интернета по паразитологии нет вообще, и это объективно. В общем, сейчас вы услышите пару слов от меня, о чем видео данного автора было, саму суть. Далее я поставлю вам отрывки, нарезки сути сказанного им из самого видео автора его ролика, то есть его словами, ну, что он говорит. А потом прокомментирую его мысли и речи и расскажу вам, как реально избавиться от паразитов любых видов, а не заниматься самообманом и всякой ерундой. А главное, я хочу предостеречь вас от непоправимых ошибок, как таких, которые совершила его жена, жена автора. Внимательно слушайте, смотрите это мое видео от начала и до конца и делайте объективные и очевидные выводы. Не знаю, как жить дальше. В общем, смысл в чем, что, ну, как обычно, я собрался делать очередной эксперимент со своей кровью. То есть, применил новую технологию, применил увеличение до 4000 раз. И что я увидел? Я увидел там червей, причем не одного, а целой кучи. Почти что клубки, наверное, этих червей, которые плавали в плазме крови, длиной, превышающие там в 3-4 раза размеры ретроцита, они прозрачные, поэтому я их раньше не замечал. Виталию Гергаеву написал. Он тоже заинтересовался и говорит, да, да, говорит, интересно. Ну, он предложил мне, типа, как есть, так и есть. Что с ними бороться? Может, это, типа, так и должно быть? А то залезут, будешь их травить, залезут куда-нибудь в глаз, там, или еще что-нибудь, и убегут куда-нибудь, и, типа, ты их потом вообще не достанешь. Лучше, говорит, их не трогать. Что-то как-то с этим согласиться мне очень несложно. Я, когда их вижу у себя в плазме крови, я как навозной кучей, я представляю свое тело, как навозная куча, в которой кишат вот эти вот черви, да. При том, что я уже 8-й год практически нахожусь на чистом питании, плюс регулярно голодаю, плюс пью чай на травах противогельминтных достаточно регулярно. Чистотел утром пью размороженный в теплой водичке, почти в горячей, да. И такой вот результат. Не, может быть, конечно, у всех они, черви эти, живут в крови. Может быть, просто их большинство не умеют определять, не знаю. Ну, а пока я себе для себя решил уйти в голод. Жена, кстати, недавно пробила полностью курс Вермакса, это противогрисный препарат. Я что-то не хочу его пить, потому что осенью я тоже пропил, но не Вермакса, а какую-то другую гадость. Ну, такая, такая токстичная, а такой яд, ну, просто. Прям организм сразу это дело почувствовал, что ему дали по башке. И больше что-то, ну, не хочется даже вот, несмотря на наличие вот этих червей в крови, ну, что-то не хочется больше их пить. Я делаю акценты, надеюсь, на противоглистные травы. Во-первых, голод, раз, да, то есть я буду в голоде, и плюс на травах посижу. Недельку, две, три недельки, месяц, не знаю, сколько получится. Итак, что я услышал из данного его видео? Человек экспериментирует с питанием, голоданием и прочими ЗОЖ-мероприятиями и смотрит на темнопольном микроскопе свою кровь периодически. И вот на днях он увидел личинок гельминтов, передвигающихся по крови, которые в длину были в несколько раз больше, чем размеры эритроцитов. И он был в шоке, о чем и поделился со своими зрителями у себя на канале. Он говорит, полез сразу в интернет смотреть, но, видимо, там не нашел ответа. Ну, так как написал под своим видео в первой строке, до сих пор в шоке. Если кто знает, что это, пишите, и три восклицательных знака. Он сказал также, что Виталию Вергаеву об этом написал, но это, кто не знает, тот автор своего канала, который начал на один из первых смотреть в микроскоп темнопольный свою кровь после поедания тех или иных продуктов или иных воздействий чем-либо. И он пытается на своем канале как бы анализировать, ну, по крайней мере, констатировать те или иные факты. Есть определенные аудитории, вот есть подражатели, по крайней мере, вот автор данного видео, один из таких подражателей, экспериментаторов, которые смотрят свою кровь и делают какие-то выводы. Говорит, что Вергаева заинтересовал вот это видео его, этот эксперимент, но он посоветовал, как есть, так и оставить, а то залезут еще куда-нибудь в глаз и так далее. Кстати, насчет глаза, глазного дна, очень в точку. Как раз личинки таксокар в определенной стадии своего развития мигрируют как раз на глазное дно, где очень много бета-каротина, они там питаются им, и действительно цикл развития проходит там, а атаксокар это собачья аскорида, кто не знал. Говорит далее автор, что как в навозной куче вот кишат черви, так и здесь вот эти гельминты, и это кошмар, его это повергло в шок, при том, что он говорит, я 8 лет на чистом питании и голодаю, я просто в шоке от этого, что говорит этот человек. Почему, кто еще не понял, да плевать паразитам, на каком вы питании, вообще плевать, хоть на питании праны, если они в организм к вам попали, например, как аписторх, который когда-то в прошлой жизни, в кавычках, да, мог попасть с рыбой, например, и взрослые аписторхи в печени, а они питаются клетками печени, живет около 40 лет, долгожители такие, даже если не будет размножаться, он поедает каждый день клетки печени, они восстанавливаются, регенерируют, их опять поедает, и, собственно говоря, как тут уже повезет человеку. Но паразитов-то очень много. У нас в стране только более 100 основных видов, самые опасные из которых, ну, скажем, десяток. И поэтому чистое питание, питание на сыроедение, веганское, любое, вообще не имеет для них никакого значения. Вы представляете, какие защитные оболочки есть у гельминтов? Какие приспособления? Вот посмотрите, например, на анкилостом, какие у них кремниевые зубки, которыми они прогрызают. Любые слизистые оболочки того же кишечника, например. Или шестосомы, когда человек купается в озере или в пруду, особенно каком-нибудь загнивающем, то шестосомы через кожу прогрызаются и попадают в кровь, и уже мигрируют в те части организма, где они, скажем, проходят определенные циклы своего развития. Вот это все, дорогие друзья, есть у меня в моих вот основных двух видео, вот этом длинном и вот этом более коротком, по паразитам. Но это жизненно важно каждому посмотреть. И дальше автор говорит, я голодаю, мол, откуда у меня паразиты? Да я в шоке просто. Вы понимаете, что происходит, когда человек голодает, а у него есть паразит? Ну что, думают, выйдут они у него, что ли? Да они его... Они как поедали определенные части. Например, вот есть паразиты, которые пробуравливают стенки кишечника непосредственно кровь, такие как аскориды, например. Какие-то паразиты едят содержимое кишечника непосредственно, как ленточные черви, например, да, или острицы. Дальше автор говорит, травы, на травах он сидит, как же так может быть? Сколько раз я говорил, какая безграмотность? Поясняю, в который раз сейчас. Плевать многим паразитам на травы. Травы, такие как по Семеновой тройчатка, вот эта полынь, пижма, там гвоздика. Все эти травы, их компоненты действующие, действуют только на тех паразитов, которые в данный момент времени находятся в кишечнике. На паразитов, которые находятся в тканях, на личинке, яйца, цисты, финны паразитов, вообще травы никак не действуют. Ну, пора бы это уже знать и прекратить мечтать и говорить, глупости разные. Ведь потеря времени работает не на человека однозначно, голодать он собирается. Да при голодании паразиты как потребляли, так и будут потреблять те питательные вещества, которые у вас и так есть. Кровь у вас есть, вот они будут потреблять. Печень есть у вас, еще живая, так они будут потреблять. И так далее. И что тогда будет, скажите мне, что тогда будет? Тогда будут истощаться резервы организма, паразитам будет все равно хорошо. Только они будут активнее есть и будут, конечно, выделять токсичные вещества, которые они в любом случае, живя в организме, выделяют. Почему они и безумно вредны, в том числе еще и поэтому. Потребляют питательные вещества, а выделяют в нас токсичные продукты своего метаболизма. Сейчас моя небольшая реклама, но, как говорится, оставайтесь с нами. Самое интересное и важное будет после нее. Кто не подписался, подписывайтесь вот на этот мой главный канал. Нажмите рядом на колокольчик, выберите, чтобы вам приходили все уведомления о выходе моих новых видео. Но если они вдруг не приходят, а с YouTube такая проблема сейчас бывает, то можно поступить еще и по-другому. На нашем сайте nadgar.ru в самом низу, если пролистнуть страничку до самого конца, есть такое поле подписаться. Туда надо ввести свой электронный адрес и нажать кнопку подписаться. И тогда вы точно будете получать от нас все уведомления о выходе наших новых каких-то информационных продуктов, видео, ну и прочей рассылки, которая будет вам весьма полезна. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Захотите, подпишитесь. Далее автор говорит, может они паразиты у всех есть. Может это нормально, как бы спрашивает автор ролика. Конечно, паразиты есть у всех. Вопрос только, какие виды, в каком количестве, в какой стадии развития там и так далее. Но людей, которые живя действительно соблюдают правила гигиены, я таких людей не встречал, и потому паразиты есть у всех. А еще паразиты есть у всех, потому что есть такие условия фактора среды, которые практически не допускают отсутствия заражений. Почему? Посмотрите эти мои видео про паразитов. Вы будете знать, советую выписывать, как бы конспектировать это видео, когда будете его смотреть. Ну и какой же автор делает вывод, как решить он хочет данную свою проблему, когда он увидел, что у него в крови кишат определенные личинки паразитов. А он решил уйти в голод. Я просто в шоке. Увидел он, мол, пинок под зад в голоде, что, мол, пора на голод переходить, как будто голодание решает все проблемы с организмом. У меня есть видео про голодание, посмотрите его непременно. Я там об этом много лет назад предостерегаю людей как раз. Ну а теперь особое внимание. Жена его, он говорит в своем ролике автора, пила недавно курс вермокса. Есть такой препарат вермокс, есть декарис, причем эти препараты создавались под определенных видов паразитов. А их врачи, бестолковые и современные, прописывают кому ни попадя от всех видов паразитов, даже не разбираясь, какие виды. Но правильно, что автор говорит, я вот лично не хочу пить такой яд, правильно называет это ядом. А теперь скоро я вам скажу, что же это такое. Ну и дальше автор говорит, я сейчас надеюсь на противоглистные травы, голодание и травы. Итак, вы поняли, что травы бесполезны, если только это не взрослые черви, которые уже в конечной стадии своего развития живут в кишечнике, там действительно это возможно, при определенных условиях действительно, а голодание только вызовет усугубление тех или иных проблем, связанных с паразитозами. Ну а теперь послушайте мои отрывки из моего полного видео 2014 года, первого глобального о применении этого препарата, вермокс декарис и подобных препаратов. Часто врачи назначают серьезнейшие такие, очень токсичные и страшные на самом деле препараты, например, такие как декарис. Вот лет 30 уже его применяют, и только вот недавно выяснилось, что декарис вызывает рак крови. Поэтому будьте крайне осторожны, не принимайте без самых крайних острых ситуаций такие препараты. Врачи это не знают, многие, к сожалению, не знают. Астриц лечат, например, там перантелом, он страшно ядовит. Вермокс тоже лечит паразитов, многие из вас слышали его, да? Это страшнейший яд, он разрушает печень. Кстати, как и даже трихопол, который предназначен, ну метронидозол по-нашему, да, он применяется при простейших многих, но он вызывает тяжелейший случай его долгого применения проблемы, например, вплоть до гепатита. Поэтому разрушение печени идёт. Это всё очень серьёзно. Это ещё важнейший тезис, я вам скажу, что глистов ни в коем случае не надо убивать, их надо гнать из организма. Почему гнать? А дело в том, что если их убить внутри, как делают такие препараты, как декарис, вермокс, они погибают внутри нашего организма, а это белки, и они начинают гнить и начинают отравлять наш организм трупными ядами, такими как кадаверин, токсинами страшнейшими. И опять-таки же удар приходится на печень, на почки, на лимфатическую систему, которая является канализацией. Условно, нашего организма она выносит из межклеточного пространства шлаки, токсины уже по своей системе, лимфатической, но и должна в кишечник частично выносить, в другие места там есть проходы. А токсикация кишечника страшнейшая идёт, поэтому тут нужно серьёзнейшим образом подумать, трижды подумать. А если человек имеет излишний вес, если он болен, если у него и так проблемы со здоровьем серьёзные, так когда, извините меня, у детей может быть остриц до килограмма, у маленьких до килограмма. Представляете, что если будет гнить в организме, даже частично, что это будет. Тут 10-то грамм белка гниёт в организме, это уже ужасно. А если килограмм, это вообще может не справиться в выделительности, поэтому глистов надо гнать. Есть случаи исключения, но об этом мы поговорим. Ну что, дорогие товарищи, послушали? А ведь я предупреждал много лет назад, и это всё не шутки. А некоторые ещё люди меня учат, что короче видео надо снимать, меньше буков, ну и прочее. Я просто поражаюсь деградацией населения в целом. В двух словах, почему жизненно важно каждому знать эту тему? Дело в том, что паразиты питаются вашими питательными веществами, в зависимости от вида паразита. Они потребляют либо кровь непосредственно, либо питательные вещества из кишечника, либо из тканей. Аписторхи, как я говорил, уже едят печень. Астрицы питают содержимым кишечника, как и ленточные червяны, например, бычий цепень, свино и так далее. Но многие личинки тех или иных видов паразитов именно мигрируют по организму через лимфу в кровь. Вот автор видео и уловил этот момент. А вот послушайте ещё мой сюжет из того моего старого видео, на примере, кстати, аскорит. Как я это пояснял? Цикл идёт примерно 21 день. Это глист очень опасный. Хотя нельзя заразиться напрямую от человека к человеку, но, тем не менее, они опасны, потому что они питаются кровью и размножаются в огромном количестве. А живут они в кишечнике до полутора лет. Значит, первая причина и вина распространения этого паразита это внесение навоза в почву. И вот, пожалуйста, яйца прилипают на ягоды, зелень, на овощи, на что угодно. А дальше мы не помыли малину. Кто моет? Ха, прекрасно. Если, кстати, ягодка на землю упала, гарантированно, что там есть яйца, аскорит. И человек это ест. Всё, на 100% он занёс себе эти яйца внутрь. Как происходит цикл развития? Попадает яйцо в рот. Ребёнок занёс, вы занесли, неважно, в желудок сразу идёт. Там прямо через кладки ныряет, уже и выходя личинка, просто вот сразу может прогрызаться, она в общем в кровь попадает моментально. И через воротную вену уже идёт в печень. Там живёт лимфоузла в первой стадии развития. И потом вверх по вене идёт в лёгкие, через лимфоузлы попадает. И где проходит вторая стадия развития. Собственно, это идёт 2-3 недели. Потом разгрызает крупные лимфатические узлы. И личинка выходит просто в виде мокроты, мы это ощущаем. Кашель тут возникает, долгий кашель, откаркивающий, неоткаркивающий, разный. С возможными даже приступами у души, с температурой, может быть, с насморком. Иногда это месяцами может длиться. Вот это, кстати, очень важный признак. Если длиться долго, то имейте в виду, это скорее всего какие-то наличия паразитов. Или бывают, что люди дохают, начинают кашляют, кашляют, вроде проболело, а у него ещё кашляют. Всё, температуры уже нет, а он там месяц, год. Это гарантированно есть определённые паразиты. Определённые. Какие, другой вопрос. Может быть, лёгочный сосальщик. Может быть, даже вот аскорида. Так что вот это имейте в виду. Второй раз он уже после, как человек схаркивает это и проглатывает мокроту, попадает в желудок, где прогрызает стенки кишечника, и там уже просто прикрепляется к стенкам, к ворсинкам слизистой и сосёт кровь. Запомните, до 40 миллилитров в день сосёт одна взрослая особь. У человека их, может быть, считали иногда до 150 штук. Это 600 миллилитров крови. Вот вам, пожалуйста, причина анемии. А нам говорят, мясо, ешьте. Пол страны страдает анемией, по большому счёту, в той или иной степени. И люди ничего, и врачи ничего не могут сделать. И пытаются чёрт знает что делать. Но только не одно. Установить причину и ликвидировать её. Бывают страшнейшие приступы и вялотекущие анемии, которые годами идут. Да какие ещё сильные. У людей это может быть по 15 лет. Гемоглобин 80. Ничего сделать не могут. Потом проходит курс лечения гельминтов. Глобальный, комплексный. Всё проходит. Восстанавливается. Теперь дальше. Вот смотрите. Даже есть несколько, знаете, каких путей миграции просто в мозг. В носоглубку если попадает, то это первый путь миграции в мозг. Через носовой проход она просто носоглубку, через внутреннее ухо в мозг попадает спокойно. А ещё может через сердце пройти в вену. Кстати, она по венам идёт против тока крови. Спокойно личинка подниматься может. И, соответственно, к бронхиальным венам. Да оттуда в мозг спокойно тоже может пройти. Вот вам третий вариант. Взрослые особи, которые в кишечнике обитают, вот аскориды, они очень любят сладкое. Теперь смотрите. Песок, песочница. Ветер подул. Всё что угодно. Яйца разносятся на деревья, на машины, везде. Ведь смотрите. Весна. Вот собачьи, извините, фекалии. Вот всё это растаяло, да? Высохло. Ветер подул. До полутора-двух метров. А если сильный ветер, хоть на сколько вверх поднимет он яйца от земли, а дети маленькие ходят, то есть они больше подвержены. Соответственно, там площадки, где собаки выгуливают. Вот это всё самое, а это рядом с детскими площадками. Правда ведь? Мы всё это видим. Это ужас просто. Так вот, в общей сложности, кстати, для развития особей из яйца необходимо всего лишь 70 суток. Вот. При благоприятных даже в условиях и быстрее может идти. Ну вот при температуре, скажем, ниже 12 градусов немножко развитие тормозится, но яйца очень долго сохраняют жизнеспособность. Продолжаю. Паразиты сокращают качество и продолжительность жизни человека. Они являются причинами многих заболеваний, о причинах которых часто не думают и не соображают многие врачи, тем более люди, граждане простые. Очень много ошибок допускается в лечении от паразитов самоучками, травниками и медиками. Всё от того, что они не знают цикла развития, размножения, жизни, питания и так далее этих паразитов. Потому что хотят решить быстро просто и за одну минуту, а этого не бывает. Потому что за глупости всегда приходится расплачиваться, но, к сожалению, в данной теме здоровьем. Теперь, что же у авторов крови за паразиты? Ну, конечно, для этого нужно было сделать более качественное видео, прислать его, увеличив кадры, и я бы тогда мог сказать. Качество не ахти, резкость постоянно скачет, ну да ладно. Тем не менее, если бы моё видео ТО по паразитам посмотрел бы автор, он бы понял, что конкретно у него по определенным критериям. И если бы посмотрел, выписал, можно было бы понять всё. И вот ещё почему видео моё ТО важно смотреть каждому, пересматривать, я думаю, раз в год. А для того, чтобы уменьшить шанс заражения вторично. Чтобы определить тот или иной вид паразитов, понять, как он попадает в организм, как он размножается, и размножается ли в нём, или только является транзитным видом. Как долго вообще в организме может жить, если не лечить, не убирать из организма этого паразита. А для чего всё это нужно знать простым людям? А для того, чтобы быть хотя бы маломальски образованным человеком, и не делать, и не говорить разные глупости, а реагировать объективно, адекватно и решать проблему серьёзно. Хотя бы просто решать проблему. Так вот, скорее всего, у автора таксокара, это собачья аскорида, но в любом случае это легко определить по иммуноферментному анализу крови. На антигены к антителам тех или иных видов паразитов, но для этого надо сдать вот эти анализы. Правда, для этого надо знать, сказать в лаборатории, на что мы будем определяться. Ведь врачи не могут на 100 или 200 видов определять, а там нельзя так на всё подряд. Нет, надо сказать, я хочу вот на таксокара, аскорида, анкилостому, там, какую-нибудь техенокок, там, альвеокок, там и прочее, да? Но для этого можно, конечно, изначально пройти биорезонансное исследование. Не факт, что то, что покажет исследование, есть в данный момент, там может быть остаточный след волновой. Но, тем не менее, по крайней мере, будет список, и вот этот список уже предъявить врачам в лаборатории на исследование на иммуноферментный анализ крови. Да, так можно, но проще просто пропить антипроизитарную программу, потому что стоимость всех этих обследований будет точно не меньше, чем сама антипроизитарная программа, которая является единственной действующей, полной. Почему? Потому что в грибе лисичка есть такое вещество хиномоноза. Хиномоноза такой полисахарид, который разрушает внешние мембраны оболочки гельминтов, и даже личинки и яйца гельминтов разрушает, и прерывает тем самым цикл развития тех паразитов, которые в организме могут размножаться, а есть такие виды. Плюс в этот набор входят травы, но не какая-нибудь одна-две травки, а комплекс, подобранный, специально разработанный, более десяти видов трав, называется огневка ультра. Там есть другие в составе набора вещества, которые укрепляют иммунитет, например, в составе грибы шитаки полисахарид лентинан, который именно укрепляет иммунную систему. Потому что когда паразиты будут массово гибнуть или выходить, выгоняться, а задача главная выгнать их из организма, да, будет интоксикация, может быть. Вот чтобы препятствовать интоксикации, есть гриб трутовик лиственничный, потому что он как бы помогает печени, он является гепатопротекторным средством. Ну и плюс вот для укрепления иммунитета шитаки. Но все это не просто молотые грибы, как кто-то может подумать, а это действующие вещества, которые получены лабораторно в концентрированном виде. Поэтому в этих препаратах, которые, например, называются там гриб шитаки, например, вещество чистое, концентрированное, лентинан, полисахарид, ну и так далее, ясно, да? Итак, важна комбинация, важен системный подход, правильный, комплексный. Ну а теперь информация для тех, кто напишет или пожелает сказать, что все это реклама. А, все понятно, реклама, то есть вот для таких, кому всегда все понятно, мол, то, что я даю выход из этой ситуации и продаю сам, то есть моя компания, эти наборы, то значит все это ерунда, потому что я их продаю, то есть такие идиоты. Вот для таких людей уже давно мною сделано видео, вот оно перед вами. И вот посмотрите, перед тем, как такое умное письмо написать со знанием дела, якобы, в кавычках, конечно же, так вот посмотрите это видео и после этого тогда можете что-то написать. Но кто такое пишет, хамство и наглость, конечно, бан сразу, можете и не стараться, бессмысленно. Не увидит никто ваше письмо, потому что оно попадает, естественно, в специальную папку, где проверка происходит. Ну а теперь информация для подавляющего большинства разумных нормальных людей. Дорогие товарищи, два раза в год, всем от мала до велика, надо проходить антипаразитарную программу. Она рабочая, комплексная, она одна и больше ничего не нужно. Она действует и на личинок, и на яйца, и на взрослых особей практически любых видов, кроме если они окуклились какие-нибудь финны, как это происходит с ольвеококом, ихнококом, или трихинолезом, но это уже отдельная тема для этого, мое видео-то посмотрите. А голодание при паразитах это бред и колоссальный урон организму. Так, есть мое видео «Лечебное очищение голодания». Непременно посмотрите это видео. Там как раз мое предостережение от непоправимых порой иногда ошибок при голодании, когда человек до длительного голодания не избавился от паразитов. Почему? Там я четко это все поясняю. Да, попутно кто успеет, можете почитать некоторые письма людей, кто прошел антипаразитарную программу. Но в отличие от проклятой химии, эта программа обладает массой побочных положительных эффектов. Вот посмотрите, каких на примере людей, живых людей, таких же, как вы, которые в свое время купили и пропили эту программу. Вообще, конечно, поражаюсь, чем люди занимаются. Просто ужас. Не проверять надо, как разжижается там кровь от того и другого вещества. Это, конечно, прекрасная прелесть, но вот понимаете, что касается, как это действует на паразитов, это надо не что-то проверять, как там разжижается кровь, а нужен курс нормальный, его пройти и пропить. Важны здесь действующие вещества и регулярность, продолжительность воздействия этих веществ на паразитов. Ну, хотя бы человек выяснил бы, сколько длится цикл развития тех или иных паразитов. Ну, посмотрите эти мои три видео. Вот паразиты. Первое длинное, второе как бы сборка такая, подборка короткая из первого главного видео. И вот это видео гриб-лисичка. Только сразу наперед, вот второй раз скажу. Есть грибы, просто бесполезно. Вы же не белочка и не лось, и не житель леса, чтобы много раз в день и в нужном количестве есть эти грибы. А сушить и замораживать спросите вы меня. Я уже говорил много раз про это. Бесполезно. Почему? Потому что действующие вещества полисахариды грибные, они как бы очень уязвимы. Во-первых, при высоких температурах они разрушаются выше плюс 37. При заморозке они разрушаются. Там нужна специальная сушка. Ну, в лабораториях это вакуумное там, ну и так далее. Именно поэтому были разработаны уже более 25 лет назад и получены лабораторным путем. Из грибов концентраты действующих веществ. И разумно потреблять именно их. И помните, что именно в комплексе достигается сильный рабочий эффект. А в природе, конечно же, есть такие вещества, которые помогают решить любую проблему с организмом. И не допустить проблемы, и решить их, если они уже есть. Ну и, конечно, я скажу, что заказать этот набор... Причем поражаюсь, вот говорю об этом постоянно. Ну, например, тему какую-то развиваю, даю выход. Ну, из данной ситуации, данной проблемы. Называю вещества или препараты, там, да, продукты. И люди все время находятся, которые пишут, а где это взять? Но ведь сказано много раз. Под видео, под вот, которое вы смотрите, есть ссылки. В том числе обязательно всегда идет ссылка на тот препарат, набор, продукт, о котором я говорю. В данном случае также ссылка на вот этот набор антипаразитарный есть прямо под этим видео. Смотрите, и вы не пропустите. Заказать этот набор, как и другие грибные препараты лечебные, как и любые другие продукты и наши товары. Можно и в Москву, и в любой город России, и в любой город мира, в Австралию, в Новую Зеландию, в Канаду, куда хотите. Смотрите под этим видео, когда перейдете на наш сайт nadgard.ru, как это сделать, заказать, в разделе доставка и оплата. А также ссылочку на набор конкретно вы получите. Нажали и попали на сайт конкретно на этот набор. Изучите информацию под этим набором, как применять, что, в какой последовательности и так далее. Конечно, я дам ссылочку на видео автора, вот канала, о котором я сейчас говорил. Я надеюсь, что он тоже возьмется за ум и прекратит различные верования и фантазии, а просто пройдет курс. Сразу скажу наперед, у кого очень серьезные проблемы. Помимо, например, паразитов, есть еще лямбли, скажем, одноклеточные, протозоидные, простейшие. Есть аписторхи, то есть серьезные паразиты очень. В глубинных тканях можно два месяца, то есть двойной курс пройти. Польза будет только огромна, потому что этот набор, помимо того, что он противопаразитарный, он еще и гепатопротекторный. То есть он восстанавливает клетки печени, укрепляет печень. Что очень важно, потому что в нашей жизни много химии. И первое воздействие всегда идет на кишечник, потом на кровь, а кровь уже переносится в первую очередь в поворотные вени. Куда? После кишечника в печень. И потому печень это фильтр нашего организма. И я, кстати, рекомендую посмотреть непременно мое видео про печень. И вообще, дорогие товарищи, просто смотрите мое видео, в них вы найдете ответы на все вопросы. А главное, подход там системный, комплексный. Понимаете? Вот это очень важно знать. Поэтому иногда некоторые видео я делаю довольно-таки длинными, чтобы достучаться до людей, чтобы они не просто поверили, а нам надо только АБВГД, что делать и все. Нет, не для таких людей мои видео, а мои видео для людей разумных, которые хотят понять почему, что, зачем, почему. То есть причинно-следственные связи понять. И уже делать что-то то или иное с пониманием дела. Для тех людей, кто хочет изучить свой организм, понимать, как он устроен, как он функционирует. И вот понимать все эти логические причинно-следственные связи. Ну, на этом, пожалуй, все. Я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. И непременно смотрите те все видео, которые даны под этим видео по ссылочкам. Ссылку на данное мое видео пересылайте друзьям, знакомым. Делитесь моими видео, в том числе вот этим. Очень важным видео в соцсетях, там, с друзьями, товарищами, кто вам не безразличен. Помогите другим. Подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Ну и поставьте лайк, поддержите мой канал. Тем более, если видео вам, данное мое, понравилось. Ведь я трачу на него время свое. Оно не дешевое. У меня очень много дел. И я надеюсь, что делаю свои видео я не бесполезный. Обратная связь будет. Поэтому обязательно отвечайте. Пишите комментарии под этим видео. Не ленитесь. Не будьте равнодушными и ленивыми. До новых встреч. До новых видео.